Слэш-хоккей 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 Таким образом, результат зависит от спортивных навыков, физической формы, силы, выносливости и от тактических навыков спортсменов вне зависимости от их патологии. Слэш-хоккей Динамичная, контактная игра, поэтому всем игрокам необходимо носить шлем с полной защитной сеткой или маской, а также защитный воротник и нагрудник. Вместо коньков используют сани с двумя полозьями, позволяющие с шайбе проскальзывать под ними. Игроки пользуются двумя клюшками с зубьями для отталкивания на одном конце и крюком для ударов на другом. Две клюшки помогают лучше вести шайбу и одинаково свободно производить броски обеими руками. У вратаря допускается наличие дополнительного острия на основании клюшки. Вратарь также может использовать дополнительную клюшку или перчатку-ловушку с зубцом. Игра в слэч-хоккей состоит из трех 15-минутных периодов. Одновременно на льду могут находиться шесть игроков от каждой команды. На Паралимпийских зимних играх соревнуются восемь национальных сборных. На отборочном этапе команды разделяются на две группы, по четыре команды в каждой. На играх в Сочи в группе А будут играть действующие чемпионы мира Канады, а также Чехия, Норвегия и Швеция. Хозяйка Игр России будет играть в группе Б против вице-чемпиона мира США, Южной Кореи и чемпиона Европы сборной Италии. Команды соревнуются по кугровой системе, то есть разыгрывают места в турнирной таблице. Всего проводятся 12 матчей. По окончанию отборочного тура все восемь команд переходят в плей-офф. Две первые команды из каждой подгруппы выходят в полуфинал, а победители полуфиналов играют в матче за золото, проигравшим за бронзу. Команды, занявшие третье и четвертое места в подгруппах, разыграют места с пятого по восемь. Редактор субтитров А.Семкин